Более 5000 абортов ежедневно совершается в России, а в год эта цифра еще более шокирующая – около полутора миллионов. Проблема имеет разные причины, в том числе социальные, образовательные и воспитательные. Поэтому ее решили рассмотреть через призму кинематографа. Телеканал «Спас» снял художественно-документальный фильм на эту тему. Кинокартину под названием «Мамино письмо» от Верича не увидели одними из первых. В селе Тургиново прошел предпремьерный показ. Ирина Синягина продолжит тему. В одном памятнике вся национальная идея. Мама, папа, бабушка, дедушка, пятеро детей. Все. Свой визит в Тургиново генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников начал с посещения одного из главных центров протяжения жителей и гостей села – памятника многодетной семьи. И неспроста. Сегодня все уровни власти, представители разных профессий, деятели культуры, конечно, медики и представители средств массовой информации говорят о проблеме низкой рождаемости. Но, увы, не каждый задумывается о том, что ежегодно более полутора миллионов детей вовсе не рождаются на свет. А самый сложный, а порой и неудобный теме, о которой не принято громко говорить – проблеме абортов. Сняли первый полнометражный художественно-документальный фильм «Мамино письмо». Возрастное ограничение – 16+. Это убийство и родителей, в чем обоих, и мамы, и папы. Очень часто как-то почему-то мужчины убирают из проблемы аборта. Главный виновник всегда аборта. Фильм ровно про это рассказывает. Как руками мужчин чаще всего это делается, как женщины оказываются в полнейшем одиночестве. Это еще и убийство врачей. Эту тему вообще исключают. А в нашем фильме она звучит. Врачи, которые это совершают, они тоже себя убивают. В центре сюжета две героини – мать и дочь. Перед каждой встает вопрос – сохранить беременность или прервать ее. На обеих оказывают давление родственники, друзья, врачи. Обе проходят сложный путь принятия решения. Каждый эпизод художественной части показывает жизненные обстоятельства и путь, который проходит женщина, оказавшаяся в кризисной ситуации. И о роли мужчины в этом вопросе. Николай Перминов сыграл одну из непростых ролей. Ему пришлось надавить на свою уже бывшую супругу, чтобы та сделала аборт. Я, наверное, не играл, а проживал больше. Отходил долго от этой роли, потому что невозможно. Без слез, без эмоций. Что-то внутри дергает очень сильно, чтобы все это передать. Поэтому, мне кажется, я даже не играл, а реально существовал бы в этом состоянии. Проект не только поднимает проблему абортов, но и предлагает различные пути решения. Поэтому в драматическую составляющую интегрированы документальные вставки, где люди различных профессий – психологи, адвокаты, врачи-гинекологи и священнослужители – рассказывают о том, как они в своей жизни сталкиваются с проблемой абортов, какие меры можно предпринять, как уберечь себя и близких от страшного решения. Благодаря удивительному сочетанию и жанра документального, и художественного, этот фильм снимает заговор молчания вокруг вот этой вот проблемы, проблемы абортов. Раскрывает отношения между людьми. На примере главных героев показывает, как важно доверять Богу и доверять любимому человеку. И когда рождается новая жизнь, она дает силы не только этой семье конкретной, но и всему обществу. Сложно представить, но каждый день в России делают около 5000 абортов. За год цифра еще более шокирующая – более полутора миллионов. Такие данные привела консультант фильма «Доктор медицинских наук», врач-эндокринолог и гинеколог Ирина Филатова. Меня пригласили в этот фильм, что с высокой трибуны рассказать истинное положение вещей, что происходит у нас в демографии, что происходит с детоубийством, будем называть аборты своими именами. Это очень жизненный фильм. Фильм говорит о тех переживаниях и тех эмоциях, и то, что происходит в любых семьях. Это абсолютно может коснуться любой семьи, любого человека. Посмотрев фильм, я думаю, каждый сделает свой вывод. Рассказы документальных героев напрямую пересекаются с каждым шагом главных героев художественно-игровой части, давая комментарии и ключи решения того или иного вопроса. С каждым сталкиваются персонажи. После просмотра кинокартины зрители делились впечатлениями, поднимали важные вопросы, связанные с ответственным родительством, материнством, популяризацией многодетности. Это не просто художественный фильм, снятый по какому-то сценарию. Это жизнь людей, это реальные судьбы. И это правда очень сильно. Губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым и творческим коллективом фильма. Глава региона подчеркнул, что сегодня проблема демографии одна из приоритетных. Для ее решения принимаются различные меры на федеральном и региональном уровнях. В прошлом году в Тверской области принят региональный закон о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Верхней Волочи. Но решать проблему нужно сообща. Это должна быть очень серьезная совместная программа. С одной стороны семьи, которые откликаются на наш призыв и будут рожать детей. И государство, которое будет помогать их воспитывать, образовывать, ставить на ноги. Благодаря таким фильмам у нас с вами появляется реальная оценка жизни, реальная оценка системы ценностей. И я уверен, что многие наши женщины и мужчины после просмотра этого фильма будут принимать решения в сторону увеличения семьи, в сторону рождения детей. В ходе общения от участников просмотра прозвучало предложение организовать показ фильма в других муниципальных образованиях Тверской области. Продолжение следует...